Продолжение следует... 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 И он, разведя очи свои на учеников своих, говорил, Блаженны нищие духом, ибо ваше есть царство Божие. Блаженны алчащие ныне, ибо насытитесь. Блаженны плащущие ныне, ибо вас смеетесь. Блаженны вы, когда возненавидят вас люди, и когда отлучат вас и будут поносить, и пронесут имя ваше, как бесчестное за сына человеческого. Возрадуйтесь в тот день и вознестеритесь, ибо велика вам награда в небесах. Так поступали с пророками отцы. Слава тебе, Господи, слава тебе! И все, и все души, и все помышления наше город все. Господи, помилуй! Господи, помилуй! Блаженны, Божья, поделицы, и милостей под ней, молимся, услыши, помилуй! Господи, помилуй! Господи, помилуй! Господи, помилуй! И братья от наших священников, Субтитры подогнал «Симон» 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 «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Всегда, ныне пресно, и вовеки веков. Благохранимую страну нашу, российскую власть, и воинство, и народ, и я, Жители Богом спасаемые в весе сей, вас и всех православных христиан, Да поменят Господь Бог во Царстве Своем, Всегда, ныне пресно, и вовеки веков. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Аминь Аминь Субтитры создавал DimaTorzok Аминь Аминь Субтитры создавал DimaTorzok Аминь Аминь Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Аминь Аминь Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Иисус. 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 ПЕСНЯ 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 Подай, Господи! 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 Вот сегодняшний день сожгли сразу в храме 20 тысяч Это стадион какой-то, и то не всегда обмещается Какие же храмы были тогда, как у мусульман? Ни один не отрекся И поэтому, а у нас детский лагерь был тогда, и наши шалаши сжигали Я сказал, Анфима Никомедейского И вот это теперь откликлось на нас По милости Божьей, никто нас не сгорел за 30 лет Итак, Священное Писание Во втором послании Петр пишет, апостол Петр Первая глава, 19 по 21 стих Второе Петра, 19, а первая глава, 19 по 21 стихи И при том мы имеем вернейшее пророческое слово И вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте Доколе не начнет рассветать день, и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших Зная прежде всего то, что никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому с собой Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой Но изрекали его святые божьи человеки, будучи движимы Духом Святым Духом Святым В Новом Завете пятая книга после Евангелия называется «Деяние апостола» Святой Иоанн Затаус говорит Правильнее назвать ее было Это назвали люди ее так Труд не деяние апостола, а деяние Святого Духа Я немного хотел сказать сегодня о Духе Святом Вот люди в миру знают слово «отец», слово «сын», «Дух Святой» почти не слышали Ну, отец в разных варианциях, папа, тятя, тятинка, как угодно называют А сына, сыночек, сынуля О Духе Святом никак нельзя сказать Почему? Дальше постепенно открывается Всякая хула простится Даже на сына человеческого, на Христа, кто матерился или как-то, простится А на Духа Святого не простится, ни в семь веке, ни в будущем А у нас о Духе Святом меньше всего знают Почему? Надо сверху смотреть В Библии начинается с бытия 1 глав 2 стих И там говорится «И Дух Святой носился над водою» Когда говорится «носился», это значит был в одном месте переместился, а в другое слово «носился» К Богу это не относится, Бог наполняет все бесконечное А как? Все это называется антропоморфизм Как-то оселовечить Бога, чтобы человек понял Принял Бога таким, какой Он есть И Он как бы архитектор, инженер, который задумывается что-то изобрести И ходит, думает Вот в таком виде нам Дух Святой показал Дух Святой И не стоял на месте, а двигался И этим же закончится Библия Библия заканчивается 22 глава Откровения, 17 стих И Дух И невеста говорят «Приди ей, Господи, гряди» Сказал, сказал, этим заканчивается Вот что у нас упущено нигде-то в православии Священник исповедует Их так учат Семинарии, академии, докторские защищают А спроси о Духе Святом, он не знает, что сказать А почему? Вопрос только один Если ты живешь в Духе Святом, тебе Бог это откроет Мы Время уже много прошло Первое коринфе, 12 глава, 10 стих Я скажу Таланты всякие, Господь говорит Апостол Павел И чтобы ревновали о Духе развлечения Сегодня вообще не знают люди Кто бы что ни сказал, любая ересь, любое заблуждение, ребенок ушел Что-то пообещали, ушел Вот сейчас уже показывает Ладно, съемка идет Какой-то неизвестный мужчина, двое девочек Пообещал купить Пойдемте голубей покормим Все, исчезли Теперь его арестовали трупы только одни Приучите себя и детей Ни физически, ни нравственно Ни за кем не идти Кроме того, что нам указывает Дух Святой В своей церкви Итак Мы о Духе Святом ничего почти не знаем А вот теперь Господь нам научит Конечно, дороже всего, чтобы с нами был Господь Апостол так понимает Для вас лучше, если я уйду Лучше Прожили-то до тебя 5508 лет, Господь До 30 еще три года добавить Куда мир-то забрел? Лучше С тобой так хорошо Нас враги не могут тронуть Лучше Потому что я с вами в одном месте Вифриеме, в Назарете, в Иерусалиме, на горе преображения А когда я уйду Покажу, как Златоуз говорит Ран их Отцу Небесному И тогда Раскрепощенный от грехов человечество Получит Духа Святого И Он вас, придя, научит Дух Святой научит А о чем? А прямо говорится О грехе, о правде и о суде Дух Святой научит о грехе Если Духа Христова не знает и не имеет Люди не имеют представления о грехе Молятся, ходят, причащаются А Господь скажет Проклятое, отойдите Я никогда не знал вас Эти слова для нас относятся Если ты это понял, принял Утверди это в себе Что многие придут Не твоим ли именем изгоняли А у нас никто не изгоняет И однако же Будет сказано Не знал никогда вас А почему? Криминум 8 глава 9 стих говорит так Кто Духа Христова не имеет Тот и не его Как мы нуждаемся в этом? Как должны скорбеть об этом? Что если у нас нет его? Многие люди пытались дать Смысл жизни И только Один человек на земле выразил В трех словах Это Серафим Саруцкий Определенная щетка Стижание Духа Святого Когда людям скажешь Это его ответ А что он означает? Вот и все Даже слова уже дошли до нас Он пережил это Его лицо сияло как у Моисея Больше ни про кого мы это не считаем И ни один ученый не мог выразить Так кратко, четко и понятно Ежедневно мы должны заботиться об этом А угодно ли это Духу Святому? Мы считаем Славу Отцу и Сыну и Святому Духу Святые Отцы соединили это в Троице В Троице нет этого им Названия в Библии Но мы принимаем Мы православные Утвердимся в этом Вот несколько мест хотелось сказать Как Бог действует нестандартно Исайя 45 23-24 Мною клянусь Из уст моих исходит правда Слово неизменное Что предо мною преклонится всякое колено Мною будет клясться всякий язык Только у Господа будут говорить о мне Правда и сила К нему придут и устыдят все Враждовавшее против него Господом будет оправдано и прославлено Все племя Израильева Это касается каждого из нас Неизменное слово Все в мире меняется От лучшего к худшему наоборот Бог остается всегда постоянен И когда говорится как у нас Я устал миловать Это для нас что понятно Бог не устает Хотя эти слова читаем Иеремия 15-6 Нас сегодня Господь предупреждает Через кого Он может нам сказать Открывать не буду Я просто скажу Первый царств Я говорю Первый по третий стих Говорится об отроке Самуиле Которого мать отдала прислуживать Первосвященник по нашему патриарху Отдыхает И он лег отдыхать И вдруг Самуил Самуил Кто может звать Когда закрытое помещение Ясно что мой учитель Я слушаю тебя А я тебя не звал Иди ложись спи И так трижды Он не понимает этого А он уже избранный Вот избрание Слово Это такое несчастное слово 81 раз в Библии встречается Избранным мы или нет Если не избранный Много званых мало избранных Надо вопрос стать Я избран или нет Под водительством ли Духа Святого или нет Если этого нет Напрасно дворе топтали Как трудно самого себя исследовать А Писание говорит Исследуйте самих себя Кверлющим Верили вы Да мы ходим в храм Бог не об этом спрашивает Живешь ли ты в Духе Святом Те же ли чувствования в нас Которые у Бога Что Господи Вот когда уходит человек далеку Уезжают родители Наказывают В первую очередь о скотине позаботиться О птице Чтобы не забыли Не заигрались Тут такое было Но Господь уходя из земли Предупреждает Сидите И ждите Обетованного Духа Святого И когда обречете силы Пойдете Они прятались Боялись Только Дух Святой объял День Пятидесятницы Все оковы страха рухнули А у нас сегодня еще боятся Даже в Библии Простой разговор Начальник Ты мне нужен Кто из нас Ты И показал на Иоя Он вышел Что Не разговаривай Сегодня Бог тебя делает Христом Как В оригинале стоит Христос Помазанный Так оно и переводится И вылил на его Ильей Сделай со старем И то и другое Наведи порядок Израиль разделился с Иудой Наведи порядок А что И дал поклонника поничтожь И он заходит Все сразу спрашивают Одинаковые сидели Генералитет В филях эти закончились заседания Последнее оно было Сразу спрашивают Что сказал этот Он еще даже не понял Он говорит Ну вы знаете Это одержимое там Еродивое Понял на меня Ильей говорит Ты царь Мгновенно Дух Святой Коснулся всех полковников Сразу же сняли одежду Подселили ему И провозгласили царем Это не тот порядок Который был уже стандартно Она не разродится у одного Он падет сам Сломит шею Кончилась воля Господь избирает Не пророка какого-то А избирает Военачальника Отрока И через них Творит волю твою Мгновенно в этот день Два царства Рухнули под его напором А какое качество было у Иуя Только одно Его вызывали по походке Он не развалился Как тюлень Смотрели Совсем Походка стремительная И все решили А только Иуя так ходит Дадут задание Еще не успеют Говорят Слова застрять Возвищу уже выполнил Вот как мы должны Откликаться на это О Духе Святом услышали Господи помоги нам К нам не приехала Архиерея Мы не знаем почему Усилить о нем молитву Чтоб сохранил его Господь Мы с ним переживаем Золотое время Все нападки Все от нас отошли Он для нас не просто Архиерея Он для нас отец родной Евреям 5.14 Твердая же пища Свойственно совершенным У которых чувства Навыков Приучены к Различению Добра и зла Добра и зла Пища Это не такая Которая у владельца Впереди говорит молоком Я даю вам Твердую пищу А вы можете Исследовать себя Исследуйте Поговорите Друг с другом Что я делаю не так Какая у тебя тяга К молитве Какая тяга К уединению Чтобы выразить Перед Богом Всю благодарность Вот мы за стол Садимся одну Очень слегно Тебя Господь уповает А потом благодарим тебя У Господа наоборот Взял, преломил Возблагодарил Догнили еще Мы еще не приступили Не вышел с поля Со скотиной Уже благодарю Господа Какое чудо Какая фабрика в корове Какая-то трава И во что она превращается А черная корова Говорит Зеленая трава Белое молоко Желтое масло Это чудо И вы каждый день его видите Иди Смотри И благодари Я хотел сказать Я хотел сказать О Михее Это третья книга Сарс 22.14 Как пример Собираются два царя Еще до убийства На войну Но надо узнать Что скажут люди Светрия Собрали пророков Не написан он же пророков Вот что самое-то удивительное И они все Видимо молятся И говорят Идите Ромов Галатский Будет наш Завоюем Вернется к нам Этот Калининград Ну вот Валимыш и Катан Будет наш И Аляску вернем Как поют теперь Все говорят так А царь маленько боится А еще пророки есть Да есть один Я не люблю его Почему Он никогда бы Мне хорошо не говорил Он не сказал Что правды не говорил А кто он такой Да Михей Сына Еблая Не говорит А пошли за ним И вот там Алтарник какой-то Бежит Дошел Знаешь Все пророки Говорят одинаково Победа 9 мая Будем праздновать Подожди И ты скажи так же Ну что тебе стоит Ну все время против Ну смотри Какие люди Какие ризы Какой У нас все есть теперь Все вместе Два престола Патриарши Монаши соединились Там еще давно До советской власти Я скажу то Что скажет Господь Бог И когда пришел Он Замерло все Ну а эти-то Замолкли И так Идти нам Или не идти А он не отвечает На вопрос А он говорит Я видел Я видел Овец Израиля Рассеянного по горам И пастыря у них нет Как нет Да царь Православный Он взял всю власть Назначает кого Какой епископ Он кого куда Как Петр Первый Я видел Ну пророки Вот все говорят так И я видел На небе совещание было И Господь говорил Ударил Михей Кто Духа Святого Кто Духа Святого не имеет Тот и не его Скажи имеешь ты Или не имеешь Это на Испаде А когда Дух Святой Как можно проверить Только один способ Один Благовестие И Дух Святой Как Амна дочь Фануилова И она сразу заговорила На Симеона Богоприимца И сразу заговорила На Марии Дух сошел И она сразу заговорила Или совета Она сразу заговорила По другому нет Вот на Исповете Нужен батюшки Чтобы из себя Исповедовали друг друга И прихожан Когда ты последний раз говорил Когда Свидетельство Лагоги Являешься ли ты Сам примером для них Для всех мы не можем И Христос Для всех не был солнышком Искали и распяли И апостола гнали По сорок киллеров На одного как на Павла Итак Дух Святой Приди и селися вны В нас И очисти нас От всякой скверны И спаси Благой Души наши Господу Богу Нашему слава Во веки веков Аминь За трахом Божьим И верою Презлюбитель Благодаря Господи 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 Иисус 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 Причастники Выслушайте слова молитвы Веруй Господи Исповедуй Как ииси воистину Христос Иисус 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 Грешный Спаси От них же Первый Иисус Ищи Веруй Иисус 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 Во Царстве Твоем Да не в сотове усуждение Будет мне Причащение Причистый Твои Таис Господи На восставление Грехов Моя Иисус Вечную Аминь Подходя Чаше Тем Тогубной Иисповеди Руки Складывайте Христообразно Тело Христов Преимите Источника Бессмертного Вкусите Господи 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 Вечную Аминь Иисус 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 Аминь 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 Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Спасибо же, люди Твои, и благослови настояние Твое. И дырку все крестные веки, я воню по небесному обрету формирую истинною. В ней разделе крови закупаняйся, там Он нас спасает. Всегда, ныне, и крестной, вовеки веку. Аминь, да исполнится успеха, моли мне, кроме Бога, Господи. Я буду твоим славу Твою, я, Господу, великий нас причастнится. Светлана Твоим, Божественным, Бессмертным и Животворящим Тавитом. Слово люби насто Твоей святыни, без них получателся правды Твое. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Простивы святы Бессмертных и местных встреч и страшных крестов в Таине, Господом, благодарим Господа. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok